Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Сегодня у нас в студии работает Николай Николаевич Мишустин, сопредседатель рабочей группы. Николай Николаевич, помогите. Руководитель рабочей группы Московской городской думы по защите семьи и детей от ювенальных, а теперь ещё и электронных технологий. Вот так. Я, Николай Николаевич, когда вас вижу, всегда вспоминаю непопулярную сегодня теорию разумного эгоизма Николая Гавриловича Чернышевского. Помните, да? Чуть не вижу, что помните. Он как сказал, что хороший человек счастлив только тогда, когда счастливы люди, окружающие его. У вас сколько детей? Много. Ну, всё, что даёт, всё принимает. Всё принимает. Много. Многодетный отец. И я знаю, что вы хотите, чтобы вокруг ваших детей были счастливые друзья. И делайте всё для этого. Так, ну вот, защита детей от ювенальных технологий. Что нового? Вы знаете, ну, что нового, когда мы организовали три года назад эту рабочую группу, мы понимали, что надо делать, если удастся некоторым адептам западного образа жизни разрушить нашу семью, как это уже сделано на Западе. Они разрушат, как бы, основу нашей России, нашей самоидентичности. И мы приняли решение, собрались несколько человек, анализировать законодательство, защищать подвергающиеся гонениям многие семьи, многих детей в школах, защищать их от всех видов угроз. Мы провели свыше четырёх круглых столов, завалили паспорт здоровья ребёнка, предусматривающий, скажем так, детей. Ну, дикое растение репродуктивным установок. Закрыли ряд программ в московских школах по выбору наркотиков, курения, алкоголя. Я всегда вспоминаю вашу историю, когда сын принёс, первоклассник принёс ручку из школы, и там на ручке было написано, я равнодушно отношусь к чему там он относится, к наркотикам. Да, к наркотикам, значит, и к курению. Ну, значит, следующий момент, это удалось также приостановить абсолютно карательный вектор по отношению к семье в Москве, потому что обращались десятки матерей, у которых стали работающих, у которых стали пачками отнимать детей, за то, что они не сидят с ними дома, а пытаются заработать на кусок, а их дети якобы не под присмотром. В общем, этот карательный вектор удалось, скажем так, сменить на вспомогательный. Параллельно тут наложился закон о внедрении ОЭК в Московской области. ОЭК это что? Универсальная электронная карта. С сопротивлениями общественности на полтора года удалось отложить его внедрение. которое было организовано в Мосгордуме. В Московской областной думе привели круглый стол на эту тему. Николай Николаевич, ну вы не отчитываетесь. Вы так как будто отчитываетесь, сколько прошлось совещаний, сколько заседаний. Вот что сейчас? Нет, я говорю о том, что благодаря поддержке людям, тысячам протестных писем, которые приходят против некоторых гадостей, нам удалось, опираясь на их поддержку, немножко задержать, немножко чего-то добиться и кое-что решать. И я за это хотел поблагодарить всех слушателей Народного радио. Только для этого я говорю. А, понятно. Что не всё так безнадёжно. Если мы будем подниматься, если мы будем бороться, то всё у нас ещё хорошее впереди. Отлично. Ну вот вроде всё хорошо, да? Да, вы знаете, всё, я надеялся, что будет всё хорошо. 24-е мы провели в Госдуме Круглосов в защиту от традиционных духовно-нравственных ценностей. Поставили все эти вопросы по дичайшему разврату детей, растению во всех сферах. Очень было приятно, что на следующий день депутаты всё-таки внесли отклонённый законопроект по запрету пропаганды гомосексуализма. То есть всё-таки общество немножко влияет. Ну, вы знаете, 29 января в российской газете был опубликован проект о внедрении в стране электронного мультипаспорта. И что? Ну, я его когда почитал, был в шоке. Основанием измены, основанием изготовления этого мультипаспорта и основанием его потом переизготовления по беспошлин, так сказать, это будет измена пола. То есть изменение пола. Я захочу стать мужчиной и меняю паспорт. Через два года, да, мы все получим право на измену пола, записанное в нашем, в этом будущем электронном мультипаспорте. Наверное, не измену, а изменение, потому что измена это всё-таки измена Родине, скорее. Так вот я и говорю, это измена Родине. Это измена, если не только естественному полу, данному нам Богом, но, извините, вере и всё остальное. И право на измену пола мы должны будем своей подписью запечатать в этой карте, согласившись, так сказать, его принять. Или мы вообще будем исключены от всех доступных нам прав, станем гражданами непонятной России. Слушайте, вы что-то, наверное, утрируете. Я не утрирую, посмотрите, это, значит, пункт 2, статья 6 этого закона о внедрении, вот, так сказать, об основном документе гражданина, который сейчас Минэкономразвития опубликовал в российской газете. Я представляю. 14 лет мальчику или девочке, мальчику, скажем так. Он читает, так, статья такая-то, он получает паспорт. Паспорт. И там, на каждом паспорте есть выписка, как сейчас на Снилсе, с обратной стороны основание его переизготовления. Так вот, я знаете, мне было смешно. Ага, захочешься. Нет, вы знаете, когда в 90-х годах выдали Снилсе, в том числе мне там кто-то из бухгалтерии присвоил, я его читаю с обратной стороны, а там написано «смена пола застрахованного лица». Вы знаете, я думаю, что это бред сумасшедшего, но у нас всегда такая бредовая политика была в тот момент. Может, отпечатка, может, ещё что-то. Ну, когда в 2011 году в Государственную Думу был внесён законопроект о равенстве и равных возможностей, в кавычках, гендерных полов, где предусводилось понятие международного гендера, позитивной, так сказать, поддержкой этих новых социальных идентичностей, финансирование, равенство в правах, в том числе на госслужбы и всё такое, я раскрыл понятие гендера, и, знаете, до сих пор уже не то, что в радости, а в таком состоянии недоумённом. А гендер по международной классификации – это возможность выбрать пять полов. Пол становится не биологический. Нет, гендер – это социальный пол. Это социальный пол, да, который делится на пять полом. Это естественный, мужской, женский, гомосексуальный, лесбиянский и трансбисексуальный. И вот право на выбор одного из этих полов получит каждый гражданин нашей страны. И самое интересное, это полностью соответствует европейским стандартам сексуального просвещения, где их в школе с 12 лет будут обучать, как выбирать пол, какие делать эксперименты, и как экспериментировать с гомосексуализмом. Никита Николаевич, вы не слишком зациклены на этом. Может быть, это вам кажется всё? Потому что, ну, представить, что... Ну, извините, ну, как кажется? Ну, паспорт здоровья ребёнка, который в Москве вышел полумиллионным тиражом, который после общественного сопротивления мы отклонили. Сейчас он необязательно стал для поступления в школу в детстве. Там прямо было написано в соответствии с этими сексуальными стандартами умения детей мастурбировать четырёхлетнего возраста. И были школы в Москве, где гинекологи подвергали этому некоторых детей, они потом приходили домой и просили папу с ними повторить то же самое. И я звонил несколько раз врачу московской поликлиники, говорил, прекратите срочно, что у вас там происходит? А она, знаете, с таким видом, да, это же нормально, это же во всей Европе всё делают. Вы знаете, я сталкиваюсь с ситуациями, я знаю, что это, извините, это пытаются сделать патологию нормой. Извините, когда наши дети вырастут через 20 лет, это же на что нацелено, что вся эта патология, вот так вот, лукавыми способами, внедряемая в фильмах, так сказать, в рекламе, в законах, она станет, вырастет, ну, она вырастет в норму. Вот вы знаете, что говорили о законе, закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков, да? А я думаю, а завтра скажут среди стариков, там, студентов, там и так далее. А с другой стороны, одна из наших правящих партий в свой полицовет вводит человека, который скачет по сцене и, не стесняясь, говорит о том, какой он ориентации. А это является пропагандой или нет? Вот можно на эту партию подать в суд, что они пропагандируют гомосексуализм? Вот вы знаете, если сейчас общество добьется вот именно принятия этого законопроекта, то хотя бы если один ребенок увидит эту гадость, то можно будет подать в суд. Но уже сейчас они, значит, это вообще-то, знаете, это вот, как я говорю, гендерный цирк. Как только внесли закон о, так сказать, принятии, внесла себе, это пошло под комитет, как я называю, комитет разбитых сердец в Государственной Думе, где одни женщины, ни одного мужчины, так, под председательством Мизулиной. И что же они сказали? Чтобы нам разносторонне рассмотреть этот законопроект, давайте мы пригласим там с МВД, там с Патриархии, еще что-то, и обязательно пригласим туда этих вот дискриминируемых сторонников нетрадиционной ориентации на рабочую группу. И они будут участвовать в разработке этого законопроекта. А сколько их в процентном отношении дискриминируемых? Вы знаете, здесь дело-то не в том, что сколько их в процентном соотношении, что дело-то, все носители этой идеологии, абсолютно смертельной идеологии, они не могут иметь семью, они не могут родить семьи. Это идеология вырождения, понимаете? И самоликвидации нашего общества, деморализации полной нашего общества. Извините, если нет семьи, тебе нечего защищать. Это, на самом деле, это стратегия демилитаризации нашей страны. И у нас и так, институт семьи фактически уничтожен за 100 лет. Столько беды, уже мальчики растут инфантильными. Слушайте, мальчик, мальчик, 14 лет, получает паспорт, ему говорят, ой, еще ведь скоро в армию идти. А, поменяй пол. А слушай, может, я пол поменяю? Может такое быть? Конечно, может быть. Потому что я когда говорю, вы в СНИЛС записали, так сказать, о том, что каждое застрахованное лицо будет иметь возможность смены пола. Зачем? А он говорит, ну как, у нас же вот одни в 60 лет уходят, другие в 55. Вот поменяют пол и выйдет на пенсию на 5 лет раньше. То есть, ну, вы посмотрите. То есть, это прямо какая-то, знаете, ненаучная фантастика. Это ненаучная фантастика. Но, вы знаете, пришли тысячи протестных писем в Госдуму за отмену этого гендерного законопроекта, легализующего права извращенцев во всех сферах. И его приостановили во втором чтении. Во втором чтении это уже? Ну да. Так самое интересное, меня поражает подлох. Там был Лаховский законопроект 2003 года, который назывался «Равенство мужчин и женщин». Там не было ничего. Они ко второму чтению, получив всего 10 отзывов из страны, его под старое название засунули 70% нового текста. Вот в том числе те, о которых вы говорите. Да, да, абсолютно. Это дичайший был подлох, и удалось так сказать. И вот он до сих пор не принят. Но меня поразило, что, извините меня, эти гендерные идентичности, наверное, слишком глубоко проникли в органы власти, что они до сих пор осуществляют гендерную экспертизу, с правом, и фактически всех законопроектов. И вот это вот право измена пола, это, знаете, заход к этому вопросу, только с другой стороны. Если через гендер не получилось, ну теперь через мультипаспорт пойдём. То есть, ну это, я говорю, паспорт изменника Родины. Ну, значит, и самое интересное, тут, понимаете, мы боролись против ОЭК, против дискриминации прав граждан электронными технологиями, и получается, что все эти электронные технологии, и ОЭК, и СНИЛС, на основе которых изготавливается ТОЭК. И теперь мультипаспорт, это всё звенья одной цепи, из одного, как сказать, источника. Из ящика Пандоры. Да, и по деморализации вообще всей нашей страны, по её самоликвидации, если мы будем дальше лежать, то через два года, я думаю, что нам уже встать никто не даст. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, это передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Сегодня у нас в студии работает руководитель рабочей группы Мосгордумы по защите детей от ювенальных технологий. Наш телефон 629-08-73, код Москвы 495. Если вам есть что сказать по обсуждаемой теме, пожалуйста, звоните. Если вы хотите задать свой вопрос нашему гостю, пожалуйста, обращайтесь. Если вы хотите поспорить, не стесняйтесь, мы вас слушаем. Итак, 629-08-73, код Москвы 495. Когда будете звонить, пожалуйста, ваше имя, откуда вы обращаетесь и что хотите сказать. Очень коротко. Я бы хотел сказать, вы вот сказали по этому скачущему артисту, понимаете. Да все его знают. Да, но вопрос в том, что это и есть скрытая пропаганда. И почему у нас в наших традициях все эти темы сексуализации сознания детей под любым соусом до совершеннолетия их были абсолютно табуированы. Любая пропаганда открытая, скрытая, даже обсуждение этой темы, она будет ломать психику человека. И по последствиям даже обсуждения этой темы, а его можно сравнить, извините меня, с последствиями от изнасилования. Потому что и тут как раз ювенальными технологиями запрещают ограждающее родительство. И если ты вдруг запретишь ребенку пойти, так сказать, в музей толерантности, где ему эти трансвеститы, как уже было в одной московской школе, будут рассказывать о естественности таких прав, у тебя тут же заберут ребенка. И в Англии были такие случаи. Там один дедушка из традиционной семьи, когда раскрыл учебник для ребенка с первого класса, где там сказки, как два папы там устанавливают ребеночка, и как все они там счастливые, и как все довольные. Он сказал, это что такое? Выбросил, пошел в школу, нажаловался, сразу к нему пришла опека, у него забрали ребенка и передали в однополую семью, чтобы знал. А, кстати, во Франции, буквально вот вчера прошла информация, что во Франции теперь законом разрешены однополые браки. То есть теперь уже таких стран несколько. Вы знаете, когда принимался законопроект о здравоохранении в Государственной Думе, я был на рабочей группе, мы там говорили, вы в законопроект наш о здравоохранении записали норму, что два однополых папы смогут приехать за границу через суррогатную мать, так сказать, заказать себе ребеночка, она им родит, и они потом запишутся себе его родителями. Вы знаете, мы там бились полтора часа на этой рабочей группе, чтобы исключить эту норму. Не исключение. А какие аргументы вы слышали? Вы знаете, к сожалению, аргументов я положительных не слышал. Я видел просто молчание этих людей, а потом встал представитель Владыкина Пантелеймона и говорит, вот, типа, Владыка благословил принятие этого закона в таком виде, как он есть. И для меня это было таким шоком, понимаете? Я понимаю, что свят, но не искусен. И одно дело опираться на мнение иерархов, а другое дело, извините, когда эта беда уже в каждый дом, в каждую школу лезет, стоит под воротами, тут уже надо и нам что-то делать, понимаете? Исходя из того, что это наши дети, и мы должны их защищать. И ради светлой памяти наших предков победить... То есть это ваша Сталинградская битва? Наверное, да. Я так понимаю. У нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Краснодар, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Татьяна Степановна. У нас есть такая передача, реклама. Газпром. Народное достояние. Так вот этому Газпрому, народному достоянию, принадлежит канал НТВ. Они его субсидируют. Я включаю телевизор и натыкаюсь, так сказать, на такой клип. Сидит Тарзан, муж Наташи Королевой, и наблюдает такую сцену. Наташа Королева занимается лесбийскими забавами. Это было два или три дня тому назад. И вот я хочу спросить. В то время, когда Госдума обсуждает вопрос о вреде пропаганды гомосексуализма, может быть, нужно и обсуждать вопрос о вреде пропаганды лесбиянства? Как вот вы расцениваете этот клип? Вы знаете, и таких случаев со всей Москвы в нашу рабочую группу ссыпаются тысячи со всей страны и изо всех сфер общества. Именно поэтому я настоял на проведении 24 января в Госдуме круглого стола в защиту духовных, традиционных, нравственных ценностей и принять законопроекты, защищающие детей не только от пропаганды гомосексуализма, а от всех видов извращений, измен пола и прочих аморальных вещей. Вы можете посмотреть 24 декабря, на русской народной линии, там есть резолюция этого круглого стола. И мы подняли весь спектр этих вопросов, чтобы дети не читали эти гадости, когда идут в школу в ларьках на ярких сценах, чтобы это не было в анонсах рекламы, чтобы это на некоторых радиоканалах прелести однополой любви часами не преподносили за бюджетный счет, чтобы это не было в витринах ЦУМа, не висела абсолютно расслевающая пропаганда, чтобы сейчас на первого канала, после 12-ти случайно включил. Там идет сериал «Задиры», там одно и то же, все эти пять полов и все их взаимоотношения, и все их ревности, это просто кошмар. Вы возьмите тот же самый фильм «Шрек детский», когда там в юбке, так сказать, женщина якобы говорит грубым мужским голосом. Вся западная, оттуда идут фильмы, они все пронизаны. Что делать? Вы знаете, первое, что нам нужно, это осознать и понять, что у нас нет патерналистского государства, мы никому не нужны, и нас никто не будет защищать. А уничтожить нас хотят все. И как только Европа объединялась под любым видом, она шла против России. И сейчас, если она объединится, то только для того, чтобы не какую-то бедную Сирию, а иметь плацдармы для нас, насколько она нас. И если, извините, мы выиграем эту информационную третью мировую войну против нас, то мы выиграем все остальные. И нам это нужно понимать, скажем так, объединяться, и против этого начинать бороться, зная, что, извините, семья это стала вот тем последним окопом обороны, если в которые забросят эту гранату изменника, то, извините, вся страна сложится. Поэтому нужно, и защита наших чистых невинных детей дает каждому из нас моральное право идти до конца. Звонок у нас, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я бы вот хотела вот задать такой вопрос. Вот что нам делать? Мы такие все разбитые на какие-то там клочки, куски. Мы не знаем просто, как объединиться и как нам, значит, повлиять на это, куда-то писать, что-то делать. Где-то есть, может, такие организации, где они куда-то выступают, что... А мы вот сидим, мы слушаем. Хорошо. Понятен вопрос. Вы знаете, я вам скажу. Пишите президенту, пишите правительству, пишите председателю Государственной Думы о том, что категорически против внедрения мультипаспорта и, скажем так, против любых внесения в законодательство схем любых манипуляций с естественным полом. А почему вы говорите президенту и правительство, правительство, если принимает закон Дума... Правительство этот закон унесло, субъект законодательной инициативы, если не ошибаюсь, Минэкономразвития, меня поражает, почему не ФМС. Значит, Госдума будет это дело рассматривать, депутаты, они заняты всеми своими выборными и прочими делами, они могут быть вообще даже еще хуже, некоторых священников не знать этих вещей. Их нужно об этом информировать. Но президент, в крайнем случае, будет его подписывать или в любом случае, как только он увидит, сколько людей готово защищать Родину, может быть, он и задумается над тем, что действительно кто-то его толкает к краю пропасти под какими-то виртуальными мормышками, и это может закончиться трагично для нашей страны. А второй момент, вы знаете, мы победим и это. Если исполним слова Спасителя, который сказал, если двое и трое объединятся во имя мое, то и я среди них, и поэтому вы должны на месте находить себе двое-трое единомышленников, если вы сталкиваетесь с этой ситуацией, а они по всей стране их можно найти, в школах, в аптеках, в детских садах, везде эта мерзость за 15 лет за нашими спинами тайно проникалась. Именно нужно и начинать с этим сопротивляться, бороться, идти, скажем так, предъявлять претензии этим чиновникам, руководителям. Иногда им раскрываешь глаза, они сами выбрасывают сотни килограмм. Они просто не задумываются подчас. Не задумываются, да. Не потому, что они враги, а просто... Объединиться. Вот у меня последняя ситуация в Воронеже. Там ребенок переходил дорогу на перекрестке, где не было ни одного знака, ни одной зебры. Его ДПСник загреб, отвез кутузку, и сейчас пытаются за неправильный переход дороги изъять пять детей. Понимаете? Ну, так там на них уже... Не поняла. Ну, переходил ребенок дорогу, там не было ни зебры, ни знаков. А почему пять детей-то изъять? А в этой семье оказалось пять детей. А, то есть они не следят за детьми, они их не учат, как правильно переходить дорогу. Да, и пришили этой 17-летней девочке, что она неправильно переходила дорогу. Три часа ее пытали, заставляя подписать на себя признание, что она неправильно перешла. А потом, если любой административный протокол, который составляется, это сразу же обследование семьи. Пошли обследовать семью, увидели, что там пять детей, и чтобы защитить честь мундира, выполнить план, стали собирать досье на всю семью во всех школах на изъятие этих детей. И когда туда приехал начальник ГАИ, посмотрел и говорит, что такое? Тут ни разметки нет, ни знака нет, она ничего не нарушена. Но уже эту семью кошмарит третий месяц. Понимаете? То есть, и нашелся один какой-то здравый человек все-таки, да? Да не нашелся. Долбанули депутатскими запросами из Государственной Думы, и немножко эту ситуацию расшевелили. И этот начальник приехал по Воронежу, посмотрел, и теперь сам не понимает. А там протоколы составлены по всей программе, там выбили из нее признание, что она неправильно переходила, что она там все нарушила. Родители пришли ее защищать. Их выгнали с этого, даже не дали возможности защитить своего ребенка. Понимаете? То есть, дети оказываются беззащитными. Да, и поэтому, как только вы сталкиваетесь, вы объединяетесь вот эти вот по двое-трое, начинаете помогать другим. Если вы посмотрите вокруг себя, вы обязательно найдете обездоленную семью. Потому что родить сейчас ребенка, государство на каждого из вас платит прожиточный минимум. А, извините меня, родился ребенок в пособие в нескольких сотен рублей. То есть, оно уже ставит все семьи такой дискриминации на колени. И поэтому, кто осмелился родить ребенка, это фактически такой добровольный мученик. И если вы ему поможете рядом, там, вещами, еще чем-то, или при приходе наладите такую деятельность, вы не ошибетесь, понимаете? Они не хотят говорить о своих бедах и заботах, потому что знают, что любое, извините, откровение будет использовано, особенно государственными, всеми социальными службами против них. Но на самом деле многие из них фактически терпят бедствие. И это терпят бедствие 15 лет. И я вот сколько ходил по судам с этими многодетными семьями, вы знаете, приходишь в суд, там сурят, а, у тебя много детей. Ну так беги отсюда быстрее, пока последних не отняли. Приходишь к чиновнику на коленях, просишь, помогите этой семье, помогите там что-то. Видят, о, у вас что, забот нет? У вас что там, вам их кормить поить не надо? Что вы сюда вообще приперлись? Они нигде правды не могут не добиться. Поэтому одно из наших предложений на круглом столе против 10 ювенальных законопроектов, которые мы привели 7 декабря в Госдуме, было всем семьям гарантировать бесплатную юридическую помощь и защиту, а не какие-то абстрактные консультации. И когда принимали закон о соцпатронате, я точно сказал, вам не надо выискивать семьи. Вы сделаете соцпатронат не карательным, принудительным, с последующим изъятием обязательных детей, а добровольно создайте агентство, где им будут оказывать помощь. У вас завтра миллионы семей станут в очереди. И помощь в первую очередь юридическая, чтобы человек знал закон, зал туда обратиться. Да, конечно, везде дискриминировано, в детских садах, в школах, так сказать, при получении жилищных условий, при осуществлении, вы же сами знаете, без бумажки-то и пупашки. Николай Николаевич, а вот сейчас принят закон об образовании, по которому теперь не лимитируется стоимость пребывания ребёнка в детском саду. Вот раньше было как? Есть границы, выше которой платить не могут. Что сейчас будет, кстати? Вы знаете... Или не кстати? Я вам скажу, что было в Москве. Была аналогичная ситуация. Сначала заставили электронную запись внедрять, скажем так, в школы, запись только по электронной записи. Содрали со всех родителей согласие на сбор персональных данных, на трансграничность, скажем так, передачи последующих. Потом ввели электронный дневник. В этот электронный дневник стали вносить все сведения о ребёнке, о прогулах. В московской области ко мне уже обратилось несколько родителей. Компьютер поставил им прогул, автоматически в комиссию по делам несовершеннолетних отраслал данные. Они пришли туда, а там несколько десятков учеников, и всех пытаются поставить на учёт, сделать преступниками. То есть, и вот, ну, и самое интересное, он ввёл электронную запись на дополнительное образование. И там какая была формулировка? Только по электронной записи можешь получить, что само нарушение права детей. И можешь получить, значит, только 4 часа в неделю, чтобы не, так сказать, превышать санпины, привязали к санпинам. А всё, что свыше, самое интересное, а свыше можно, но только за деньги. Вот самое главное. И вот обрезали всех детей до 4 часов, и поднялись в вопли, и мы подняли в вопли. Ну, слава богу, это с сентября, хотели внедрить потом с января, но вроде удалось всё это отложить, ещё все ходят. До следующего сентября? Ну, наверное, до следующего сентября. Я знаю, какую схему будут закручивать. Ну вот, так самое интересное, знаете, вот наши русские матери, которые в Финляндии приезжают, за них всех преследуют ювенальные социальные каратели, только за то, что они перегружают своих детей. Они, как правило, их записывают на все секции, несколько видов спорта, изучение языков. И у нас даже в Московской области была ситуация, когда одной мамашке, очень известной, вменили то, что её ребёнок изучает английский язык, и она его перегружает. Поэтому за любую перегрузку вас заставят платить. Или за недогрузку. Да, или за недогрузку. А школы будут служить не вашим детям, не будущему народу, а деньгам. Ну, со всеми штучками, наживой любой ценой, о душах ваших детей. У нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Да, вот, добрый день, Дмитрий Васильевич. Здесь, в общем, всё просто. По универсальной электронной карте проходил недавно состоявшийся в конце января, начале февраля, архиерейский собор. И никаких озабоченностей архиерейский собор не высказал. А даже наоборот, примерно как Владыка Пантелеймон благословил закон об охране здоровья, так и, собственно говоря, архиерейский собор также благословил получение универсальной электронной карты. Об этом говорил Севолод Чаплин, Андрей Кураев, то есть официальные лица. Ну, а вопрос у меня совершенно другой. Тут всё очевидно с универсальной электронной картой. А потом будет чипизация после. И тоже все благословят. В этом можно не сомневаться. Вопрос у меня другой. Как вот вообще ваш гость, ну, в общем-то, людей отвлекает? И самое главное, он не говорит, что у Конституции Российской Федерации, статья 5, 15, часть 4, указывается приоритет международного права над российским законодательством. Об этом говорит официальная лица. Заместитель председателя правительства в декабре говорила Ольга Голодец, Генри Резник. То есть официальные лица, кроме, допустим, Путина или там председателя Госдума. И, кстати, сказать, кто у нас президент Российской Федерации, он знает вас в пользу? И кто у нас председатель правительства? По вашему мнению, что они ничего не понимают, тем более, что они юристы? Он знает, что они юристы. Вы знаете, с юридической точки зрения все наши права являются непосредственно действующими. И никто не может нам обязать получать наши права через какую-то ОЭК, посредством какого-то согласия. Это вопиющее нарушение закона, и я об этом неоднократно говорю. 210-й закон, который федеральный в 210-м году под дымом этих пожарищей пропихивался, он исключил все эти нормы. Вы знаете, если я сейчас в юридическую плоскость углублюсь, это еще на несколько часов эфира. Потому что какая тут беда? Вроде это 210-й и разрешил нам право пользоваться всеми услугами государства без электронной формы. Но не в одном специальном законе о здравоохранении, о социальном страховании. Не прописаны формы получения этих услуг без НИЛС. Тысячи случаев уже вот таких семей верующих в Московской области, когда их даже ребенка с острыми фазами не берут лечить в поликлинику, потому что у них нет гендерно-садомитского смысла. Что касается конституционных форм, у нас есть формы защиты материнства и детства. И, извините, отсюда вытекает защита семьи как наивысшая форма их проявления. У нас есть масса конституционных норм, защищающих наши права и свободы. И приоритет над российским законодательством, но не над нашим основным законом, самой конституцией этих приоритет международных норм. И если в конституции очень много норм прописано, нас действительно защищающих. Но дело-то в том, что пределы законодательства ограничения не установлены. И, извините меня, отраслевым законодательством, при внедрении этих специальных законов, чиновники играют и манипулируют нашими правами, как наперсточки. И если мы начнем этот комплексный юридический анализ, то все это внедрение УЭК, этих мультипаспортов, оно глубоко, скажем так, незаконное. Вся эта процедура создания бессрочных электронных реестров, ограничивающих наших права. И здесь в чем беда-то УЭК? Я говорю, извините меня, 165 миллионов выбросят на изготовление УЭК, а через два года еще 200, не миллионов, миллиардов рублей выбросят на изготовление этого электронного мультипаспорта дважды. Но и сейчас УЭК всего получает тысяча людей. То есть за два года их получат всего полмиллиона граждан. Вы понимаете, это абсолютно авантюрный проект. То есть коммерчески. Чей это коммерческий проект в том числе? И дело в том, что во многих странах именно из-за того, что не могут бороться с киберпреструбностью, я говорю, бюджета МВД не хватит, если нас всех привяжут к электронным сетям и там начнут над нами издеваться киберпреструбники. Бюджета МВД не хватит, чтобы перебороть этот шквал преступности. И опыт западных стран, Англии, Германии, Южной Кореи доказывает, что они уничтожили под салюты, под фанфары эти электронные реестры, чтобы хоть как-то защитить граждан. Уж и есть опыт. Но они хотят прислушиваться. Эти все гадости, сбыт этих электронных штучек сбывают по всей стране. И это глубоко не антиконституционные вещи. Но дело-то в том, что с той стороны приходят люди с красивыми программами. Этот электронный стальной крючок под сладенькой наживочкой. Только заглоти. И многие, особенно не обладающие религиозным мировоззрением людей, это очень легко глотают. А потом, извините, заглотили эту наживочку, и все. И они уже на крючке, и их начинают кошмарить во всех сторон. И внедрение этой ОЭКа, как и снился, оно еще электронной России, это, извините, после лохматых времен. Во все наше законодательство столько было всунуто абсолютно разрушающих, деморализующих общество концептов. И по инерции, кулуарно, за спинами людей, это внедряется уже 15 лет. Та же самая ювенальщина, то же самое растление, как мы увидим, соснился. Но сейчас, извините, мы единственная страна, где люди начали немножко прозревать и с этим пытаться бороться. И, как показывают, даже вот несколько сотен тысяч человек смогли это приостановить. А дело-то в чем? Что Европа сейчас страна в кризисе, извините, на скупку чиновников взяток не хватает. И у нас есть возможность, если мы скажем твердое, решительное «нет», добиться того, что власть нас услышит. И, наконец-то, вспомнит, что источником ее власти является не международное законодательство, а русский народ, российский народ, извините. Еще звонок у нас, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Не забудьте представиться. Наверное, вы опять находитесь рядом с приемником. Так, снимаем такой звонок. Николай Николаевич, ну я поняла, что наш предыдущий слушатель пытается направить нас немножко в другое русло. Он говорит о том, что так как приоритет международного права, то надо бороться именно с этим. Вы знаете, вот закон Магнитского, он как раз и продемонстрировал нам маленькую, точнее, не Магнитского, а Дима Яковлева, о том, что, скажем так, власти, когда счета некоторых чиновников были заморожены, задело то, что годами старались, а вдруг так обломаться. А вот представьте, вам каждому дадут ОЭК, там будут храниться ваши деньги, все ваши пенсии, заработные платы, значит, и вдруг Америка, так сказать, закон объявит там типа о запрете гомофобии. А так как все ваши ОЭК, они будут обналичиваться через межнациональную платежную систему, и все ваши деньги будут храниться в электронных расписках на Западе, они вдруг смогут весь социальный бюджет страны вот этим очередным закончиком прикрыть. Это дичайшая угроза нашему суверенитету. Вы можете зайти на сайт русской народной линии, там набрать, скажем так, у меня там есть масса статей, где подробно это расписано со всех сторон. Я ознакомиться, я не могу просто в эфир сейчас все это воткнуть, и буквально последняя статья ОЭК «Угрозы народу», где я подробно расписал все те угрозы, с которыми мы столкнемся при внедрении ОЭК. И вы знаете, даже несмотря на половинчатую проблему, на половинчатое решение архиерейского собора, РПЦ, если мы сейчас каждый случай отфильтруем, если мы начнем защищать каждого лица дискриминированными электронными технологиями, у нас есть возможность создать мощное, так сказать, движение по защите прав граждан от дискриминации электронными технологиями. Более того, во всей совокупности, вот уже в ближайшее время, наверное, в течение месяца буду проводить круглый стол в Государственной Думе на тему, как защитить права граждан от дискриминации электронными технологиями, где мы будем обобщать все это дело, в случае давать юридическую оценку, приглашать специалистов и просить, извините, говорить властям о том, что, извините, хватит, вспомните об источнике своей власти. И давайте так, если какие-то гадости нам успели внедрить, но пока не поздно, пока народ еще вам доверяет, может быть, удастся их по типу, как закон Димы Яковлев, отложить все-таки без этих электронных, наша страна тысячи лет развивалась без всех этих электронных штучек, и, извините меня, и устояла, и сейчас устоит. И электронная виртуальная пятилетка с электронным виртуальным правительством, наверное, это не то, что нам сейчас надо. Николай Николаевич, Вы пишете очень много, выступаете много. Какие Вы слышите контраргументы, которые заставляют чиновников принимать совершенно другие решения? Вы знаете, вот когда мы боролись против ювенальных технологий, ювенальной юстиции, меня поразило, что никаких контраргументов ни на одном круглом столе, ни на одной дискуссии, ни на одном мероприятии от чиновников я не услышал. Ни одного. И меня, знаете, это удивляло. Либо они не могут полемизировать, либо еще что-то, либо они настолько неопытны и некомпетентны. А сейчас... Вы верите в это, что все так некомпетентны? Вы знаете, ну я верю больше в то, что они, именно среди них здесь люди совести, которых, извините, замуздали этими международными вещами. Они чувствуют одно, об этом не могут говорить, чтобы их сразу не выгнали с народа. Именно тут важно, чтобы люди снизу сказали, и эти люди, которые совести еще остались в государственных органах, опираясь на письма, поддержку людей и пытаясь их защитить, именно начали работать. Значит, а что касается... Вот у вас первая была часть вопроса. Ну, насчет приоритета международного права. А, так вот, вы знаете, после того, как мы 7 декабря в раздумье провели круглый стол против ювенальной юстиции, против 10 антисемейных законопроектов, буквально через неделю президент выступил с посланием. И знаете, какое моральное удовлетворение было того, что, наконец-то, наши семьи хотя бы немного услышали. Ну, я, конечно, понимаю, да, что все эти проекты, которые президент озвучил, на либеральной базе не построишь, и они могут выродиться в пустословии, но, тем не менее, это надежду вселило. И тут же стала созываться Национальная родительская ассоциация в общественной палате. И меня поразило, все те чиновники, которые 10 лет внедряли ювенальную юстицию и ювенальные технологии в нашей стране на западные гранты, все те же самые чиновники начали вываливать кучу статистики, кучу информации о состоянии в этой сфере. Я понял, что они прекрасно все знали, года набирали, но в защиту семьи ничего не говорили, потому что не было политической воли. А сейчас те же самые чиновники, которые все это внедряли, вдруг резко кинулись осваивать бюджеты, но теперь уже как бы в защиту семьи, понимаете? Они все знают, но без политической воли. То есть, сверху сигнал будет белое, будет белое. Если сверху сигнал черное, будет черное. Да, обоснование, я, знаете, здесь хожу, вот есть такие люди, это, знаете, что наступать, бежать, что отступать, бежать, лишь бы деньги платить. Вот, наверное, бюрократы к их числу относятся. И мы, понимая это, должны говорить, что пришло время морального лидерства, что на месте, помог одному, другому, значит, вытащил. Эта беда везде, так сказать, извините меня, отстаивать свои убеждения своими делами, как я принцип называю, вера и дело. Понимаете? Нас о том, что... И меня поражает. Две тысячи лет назад богословы все нас предупреждали о конце света, о апокалипсисе, а тут вдруг это всё на глазах приходит, и все молчат, попрятали головы в кусты, так сказать, и боятся отказаться там. Скажут, всё равно апокалипсис. Ну, вы знаете, я говорю, апокалипсис наступит и конец мира тогда, когда не найдётся в одну секундочку времени ни одного человека, делающего добро. Хорошо, что у нас находятся такие люди, способные делать добро в любую секунду, в любое время. Это в том числе и вы, дорогие радиослушатели. Я благодарю от вашего имени нашего гостя Николая Николаевича Мишустина, руководителя группы, рабочей группы по защите детей от ювенальных технологий. Это группа при Московской городской думе. Ну, и Николай Николаевич работает в том числе с депутатами Государственной думы по защите семей и наших детей. Спасибо, Николай Николаевич. Передачу вела я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. До свидания.